Тамара возвращалась с работы домой через парк. Сумки были тяжелыми, и она присела на лавочку немного передохнуть. Было так свежо, тихо и спокойно. По аллее шла девочка лет десяти и вела на поводки огромного кота с кисточками на ушах. Тамара заинтересовалась, таких котиков она еще никогда не видела. Породистой она обратилась к маленькой хозяйке кота. Да, это мейн-кун, такая порода. Редкая гордо ответила девочка и прошагала дальше. Тамара еще больше задумалась. Да, пришлось ей в жизни общаться с подобной кошкой, но только дикой. Воспоминания пришли сами собой, хотя многие годы она гнала их от себя. Это сейчас она счастлива в браке, и несмотря на жизненные трудности, у нее складывалось все хорошо. В семье был мир и гармония, росли дети, но жизнь ее начиналась не так уж и безоблачно. Тамара была очень красивая с самого детства. Ярко-голубые глаза, длинные густые каштановые волосы, которые мама заплетала в тугие косы. Родилась она в полной семье, родители обожали свою единственную дочь. Родители девочки были начинающими бизнесменами. Из-за частых отлучек малышку воспитывала няня. Она была для маленькой Томы как вторая мама и в то же время крестная мать. Когда Крохе исполнилось семь, в ее жизни произошла трагедия. Родители отправились в другой город по делам и не вернулись. Они попали в аварию, но малышке повезло с няней. Женщина не дала забрать ребенка в приют и удочерила девочку, потому как других близких родственников у нее не оказалось. Бывало, что девочка спрашивала о родителях, но Вера Ивановна всегда и говорила, они на небесах, солнышко, но они всегда рядом и приглядывают за тобой. С этими словами женщина обнимала свою теперь уже дочку. Время шло, и к 18 годам Тома расцвела, стала еще краше и была гордостью Веры Ивановны. Училась она на отлично и прекрасно окончила школу. Решила поступать в тот же вуз, что когда-то окончили ее родители. Ее вообще привлекала архитектура и все, что с ней связано. Тамара старалась быть лучшей ученицей в институте. Ведь ее родители еще помнили в этом вузе, и она должна была стать их достойной смены. И все шло хорошо, пока в жизни Тамары не появился Данил. Вообще-то вокруг нее крутилось много парней и поклонников, но она не обращала ни на кого внимания, девушка была полностью поглощена учебой. Даня был сынок одного богатого местного чиновника. Юноша привык получать все, что хочет. В этот раз он захотел Тамару. Но девушка при всей ее красоте была вовсе не легкомысленной, а, напротив, чересчур серьезной. Дорогие подарки, огромные букеты и море комплиментов — это все на нее не действовало, хотя любая другая уже бы упала к его ногам. Но не Тамар. Он всячески пытался уломать девушку, из-за чего получал отказ. Однако эти отказы только сильнее его заводили. Уже полгода этот ловелас не давал проходу юной красавице. И она сдалась. Но девушка поставила условия. Сперва свадьба, а потом все остальное. Естественно, ни о какой свадьбе Данил даже не думал. Парню нужно было только одно получить свое от этой первой красавицы курса. Однажды он пригласил Тамару в загородный дом. Отец часто спрашивает о тебе, и мама хочет познакомиться перед свадьбой. Улыбался Даня. Он обманом завлек девушку в загородный дом. Естественно, никаких родителей там не было, но Даня уверил Тамару, что они вот-вот приедут, а пока можно расслабиться и выпить по бокалу вина. Остальное Тамара помнила уже плохо. Все было как в тумане. Он ее чем-то опоил и надругался. Пока она еще не до конца пришла в себя, Даня вывез ее в лес и вытолкнул из машины в разорванной одежде и связанную по рукам и ногам. Тамара очнулась в чужом доме на чужой кровати. Голова, казалось, сейчас лопнет. Она практически ничего не помнила. Пожалуй, последнее это то, что она сделала глоток из бокала, который ей предложил Данил. Рядом с ней сидела огромная пятнистая кошка с кисточками на ушах. Она как будто охраняла ее, изучая своими желтыми, как янтарь глазами. Где я, почти неслышным голосом спросила Тома, сама не зная у кого. Очнулась, ну и славно. Пожилая женщина вошла к ней в комнату, неся в руках чашку с какой-то дымящейся жидкостью. Ну-ка, Фимка, дай мне место. И она отогнала рысь от кровати, на которой лежала Тома. Выпей-ка. Но Тома шарахнулась от кружки, как от помоев. Не бойся, здесь отвар целебный. Все плохое у тебя уже позади. Я помогу тебе поправиться и все забыть. А я и так почти ничего не помню. Тома взяла дрожащими руками чашку и отхлебнула горькую жидкость. А может, оно и лучше, что не помнишь. Фима тебя из леса, связанную без сознания, приволокла. Кто это с тобой так и за что? Правда, не помнишь. Или не хочешь говорить? Тома вкратце рассказала Таисия все, что помнила и о чем уже догадалась сама. Вот же подонок. Женщина всплеснула руками. Надо написать на него заявление. Нет, Тома наотрез отказалась. А можно я у вас поживу? Не хочу в город возвращаться. Видеть никого не могу. Вот только надо предупредить маму, где я. Нельзя это так оставлять, девонька. Безнаказанность порождает новое зло. Но дело, конечно, твое. Я не могу заставить тебя наказать этого злодея. Живи у меня сколько хочешь, а с мамой я договорюсь. Не волнуйся. В институт Тамара больше не вернулась. Еще полгода жизни она прожила у своей спасительницы Таисии и рыси Финки. Подружилась с обеими. Она часто гуляла по лесу, и рысь всегда ее сопровождала. Так что Таисия знала, девушка в полной безопасности. Физические и душевные силы постепенно вернулись к Тамаре, и она покинула дом, который ее приютил и своих новых друзей. На прощание она оставила Таисии свой номер телефона для связи. Вернувшись в город, Тома устроилась на работу, а потом продолжила учебу заочно, совсем в другом вузе. Прошло немного времени с тех пор, и в один из вечеров в доме раздался звонок телефона. Заволнованная Таисия сообщила, что Фимка так и покарала того подонка, который надругался над Тамой. Все то же самое он проделал еще с одной девушкой. От безнаказанности, видимо, башню снесло. Да вот только не повезло ему. В этот раз в лесу он наткнулся на Фимку. Ох, и задала же она ему жару. Дикая кошка подрала его так, что даже если его и заштопают в больничке, то сомневаюсь, что его еще когда-нибудь потянет к девушкам. Если еще останется, чем? И вообще, способен ли он еще на что-то будет? Тамара очнулась от воспоминаний. Девочка с котом, похожим на рысь, уже давно скрылась из вида, и женщина, подхватив сумки, поспешила домой к своей семье. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!